всем ребята привет вы in cut play и это на был к себя за рабочиком предоставление дополненную эдакое продолжение того дома проклятого и буквально недолго можно в нем покопаться в принципе и показать что здесь есть вообще просто за буквально за 15-20 минут посмотрим прострица в т.с. руку твой избег меня спаси меня от вот многих от руки сыновина на плен которые 100 говорят боже новую песню вас пою тебе на стиль десятиструнным салтырева воспою тебе дарющее спасение царя бахме не спаси меня от рук сыновина плена которые устал говорят суетное который деснится деснится лжи доводится на я наши как разросшиеся растения в их молодости и дочери наш как искусственный из военной столы салон 143 7 боли на вот это жесть скорость баринья ваше здоровье святая кровь дарует вам всем благодать что не очень моргана голоса так много голосов смеются 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 были эти десятые подобный пир двадцатый я уже не имела ни малейшего понятия гости лорда же оживленно пили мою кровь отец мой не благослови меня своим даром лишь для того чтобы богатая знать могла наполнять им свои бокалы моя кровь предназначалась бедным немощным и обездоленным почему я здесь почему и не исполняю волю своего отца каждой минуты мое тело становится все холоднее и холоднее пока безумие словно разгорающееся пламя распространял среди гостей отец не больно душа моя болит гораздо сильнее тело кажется будто она покрылась тысячами трещины готова вот-вот раз биться до снова и снова я твердила себе что это испытание что господь лишь испытал меня однако мне казалось что более я не вынесу ужасные черные миазмы сочились изо рта покрывающиеся мою плоть и заполняя комнату возможно это была иллюзия не что что могло видеть и лишь я вскоре миазмы начали поглощать мой дух раздай все увещевание о чистоте справедливости добродетели все чем я убеждал себя всю жизнь разрывая меня на части отец господь милостью своей избавь меня от руки сыновей на пленных покарай всех тех кто оскорняет душу мою ибо я твоя слуга я твоя слуга молю отче и ви своим грешником святое возмездие свое изгверни и их в пучины ада за те грехи что совершили они против верного слуги твоего я проклинаю их выдавая это за молитву первые жизни я желал кому-то зла я сделал то чего святая дочь господа не должна делать никогда и в этот момент я совершила грех куда страшнее нежели любой другой из присутствующих здесь девочка посмотрите на ее лицо до меня донеслись испуганные возгласы разносящиеся по залу однако я была совершенно отрешенной из-за чудовищной усталости по правде говоря я даже подумал что господь возможно услышал мои мольбы и покарал кого-то из гостей лорд подошел туда где я сидела в своих оковах схватил меня за волосы и задрал мою голову кверху другой руке он держал меч на его лице отобразилась гримаса отвращения будто он узрел самую омерзительную вещь в мире ты чертова ведьма прикидываешься святой жак опа все намного хуже чем я ожидал воздухе повис запах гниющий плоти повсюду были разбросаны трупы разной степени разложения пол был покрыт кровью черный густой словно грязь из пустой глазницы одного из тел свисала свисал глаз наполовину сгнивший настолько же жидкий насколько некогда был упругим у большинства мертвецов сквозь куски совершенно сгнивший плоти виднелись белые кости некоторые из них скончались от непосильного труда другие из-за различных болезней я и этих можно было назвать счастливчиками несколько тел с головы до пят были покрытыми колотыми ранами другие выглядело так будто кто-то пытался разорвать их на двое попались даже те кто сожгли заживо пока их тела совсем не обуглились а некоторые были покрыты волдырями вне всякие сомнения множество людей подвергалось пытками хотя человек ответственный за эти зверства лорд баринья воспринимал их не иначе чем обычный досуг конечно ходили слухи о том что он был следующим воплощением великого тирана прошлого однако лишь пробравшись в имение я увидел все собственными глазами я окончательно убедилась в том что насколько это был близок к истине он был черт чертовым психопатом простите меня за то что и не успел спасти и вас тоже меня вряд ли можно назвать ригелиозным человеком но я думаю что я мог бы отдать вам последние почести покойтесь с миром что-то сегодня сам не свой хотя тут пожалуй не чему удивляться если учесть какой сегодня день интересно если та девушка среди мертвых нет я не должен терять самообладание есть что-то пойдет не так я сам присоединюсь к этой горе трупов господи начинаю слегка нервничать не стоит пасовать сейчас джакопа такой как я вообще могу рассчитывать на то что однажды увижу мир если даже в такой простой ситуации не могу держать себя в руках я это сделаю никаких проблем начнем же вас восстание все случилось около двух недель назад жестокое правление местного лорда стремительно усугубляла жизнь простого люда и это вдвойне оказалось не сказалось на тех кто без того жил в бедности и с трудом мог платить налоги трущобах едва ли можно было пройти хоть три шага не услышав как кто-нибудь проклинает орл лорда понятия не имею кто первым предложил этот план все прошло так гладко так быстро словно в тумане то что начиналось как самые обыденные жалобы на власть толпы молодых возмущенных мужчин в пабе вскоре переросло подстригательство в полномасштабную бунту он относится к нам как обычному дерьмо это мы упашем в поте лица на этой треклятой земле отплатим этому блюдку его же монетой течение нескольких последующих дней молитва заговоре разнеслась по трущобам и числе желающих присоединиться к нему начала стремительно расти чем больше людей примыкала к нам тем более реальным все началось становиться если первоначальный план сводился лишь к тому чтобы нанести стремительный удар используя любое оружие которое мы могли бы достать то вскоре он приобрел более обдуманную цель проникнуть в имени лорда и освободить его рабов ни для кого не было секретом что лорд приобретает намного больше рабов нежели требуется чего однако мы не знали так это того что он творил с рабами что на самом деле те банкеты которые он так любил устраивать представлять собой омерзительные садистские пиршества большее что мы могли предполагать что это условия их жизни были далеки от идеальных раз лорд продолжал приобретать все больше рабов и хоть план по их освобождение не всяких сомнений был вдохновлен правильным гневом я бы солгал сказав что намерение все были настолько чисты безусловно мы хотели побороть несправедливость однако преобладая все же жаждой мести желаемых хоть немного создава создать лорду по заслугам за наши муки эта часть плана также была тщательно продуманной все должно было выглядеть как восстание рабов они гражданский медеж если бы мы нанесли удар извне то вскоре гнев лорда пал бы только на причастны к этому но если нанести удар изнутри тогда он не смог бы винить нас кроме того имение лорда располагалось на вершине холма что давало его солдатам тактическое преимущество ничтожной группе слабо вооруженных христиан было бы практически невозможно пробиться сквозь его защиту и у нас определенно не было денег чтобы заплатить наемникам сколько бы праведного гнева нас накопилось его бы недостаточно было чтобы приблизить нас к этому умению другой стороны для одного человека проникнуть туда дабы разведать остановка была вполне осуществима таким образом освобождение рабов стало средством для достижения цели это был наш лучший шанс чтобы нанести лорда удар конечно это не означало что мы не постараемся спасти сколько людей сколько сможем равно как и то что это будет просто провернуть что все из нас останутся живы еще план заключался в следующем мы найдем раб того овца который согласился продать одного из нас лорда проникнув внутрь этот лазучек незамедлительные изложил бы детальный план другим рабам стараясь заверовать как можно больше людей отыскать работа с ворс согласно сотрудничать оказалось гораздо проще чем ожидалось конце концов они торговцы а рабы их товар хотя большинство из них было плевать на то что случилось с рабами после того как они получали свою плату попадались и те кто пребывал не в самом большом восторге от сознания что его драгоценным товаром распоряжаются как расточительно рабы должны были служить долго с ними не следовало обращаться как расходным материалом им требовалось еда отдых и какое-никакое подобие приемлемых слоев проживания конечно подобную жизнь трудно было назвать роскошью но большинство здравомышляющих работорговцев были по крайней мере заинтересованы в том чтобы сохранить свои слуги живыми чего отнюдь нельзя было сказать о лорде барния безусловно рабы являлись собственностью любого кто из их их приобретал и простой работорговец не имел права жаловаться на то что как с ними обращались однако это не означало что работорговцу должно было нравиться потому что находилась и те кто отказывался иметь дела с лордом тихонько посмеюсь над тем кто поступал иначе никто в открытую не отзывался о нем плохо не говоря уже о том что выступать против него что выступать так и только из-за того что он владел здешними землями ну и потому что он был безумцем и все это знали потому что они помогут нам пробраться внутрь но не более однако большего нам и не нужно этого было вполне достаточно чтобы притворить наш план жизнь и авангардом нашей операции тем кто проникнуты в имение лорда был я я сам вызывался добровольцем отчасти это решение было принято на горячую голову но также я был уверен в том что смогу с этим справиться но что куда важнее мне не хотелось верить в то что какая-то простая задача была ни мне не по силам я должен был сделать шаг вперед и взять инициативу в свои руки иначе я никогда не смогу убежать от этой жизни бедного жалкого обитателя тручок прозябшего в грязи покуда все и знать простой людей но будут смотреть на меня свысока считая меня ничтожеством я был бы им на протяжении всей своей жизни жалкой черт из 2 и собирался это допустить я желал вскарабкиваться вверх только высоко как только мол и не собирался сбегать смирясь со своим бессилием я хотел что мы единственные неповторимой жизни чего-то стоило наилучшим моментом для моего внедрения было выбрано начало очередного банкета лорда именно тогда я воючи увидел весь этот ужас то насилие пытки которые он подвергал рабов это был дьявольский банкет любая площадь сколько бы незначительно она была каралась самым сторожащим образом если в тот день баранье пребывал в скверном настроении он вполне мог самолично избить провинившихся однако больше впрочем по душе было кровопускание и он частенько приглашал свое имение знать со схожими пристрастиями начавший банкет как правило длился около двух недель кошмар проникнуть внутрь я первым делом просветил воров рабов детали плана и сказать по правде не казалось что и будет намного проще убедить принять нашу сторону как-никак они должны было презирать брони больше чем кто-либо другой но я сильно заблуждался из них выбили всю дурь до последней капли да и волю тоже дури тоже они были голодные и изнеможденные и совершенно подавленные их с трудом можно было убедить прихлопнуть комара он держал их железной хваткой все были безумно напуганы сама мысль о том чтобы противостоять барне они скорее были готовы лишить себя своей собственной жизни и дня не прошло а план уже был на грани фиаско я потратил целую неделю тщательно пытаясь убедить хоть одну живую душу принять участие в восстании и едва я уже был начал всерьез опасаться что ничего не выйдет надо поговорить иди за мной это был великий мускулистый раб который большую часть времени выполнял тяжелую физическую работу несмотря на плохие условия он по-видимому был в довольно хорошей форме и в отличие от других рабов его глаза не приполняли страх и смирение впрочем я надежды я в нем не увидел скорее не угли как глаза волка алчаща крови его взъерошенные сальные волосы лишь усиливали первобытные впечатления что он производил благодаря этому и дерзко ухмылки его на его губах он больше напоминал главаря шайки головорезов нежели раба я не был уверен разумно ли это было с моей стороны следовать за ним куда-либо то не было однако вопреки всем суждениям располагал довольно скудной информацией то же время проследовал за мужчиной в главный зал посреди него собралась около дюжин дворян мужчин и женщины из высокого общества в воздухе витал запах ароматных трав и вскоре я осознал что служил они лишь для того чтобы заглушить запах крови большой столб был уставлен тарелками на которых поблескало темно-красное мясо на влажных губах дворян заиграли насмешливые их мылки когда мы вошли в комнату контраст между привычными изысканными манерами дворян и гротесным эпиром который мы не принимали участие был настолько разжидительным что я попросту застыл в ужасе даже гнева не осталось места дальнем конце комнаты на платформе напоминающий небольшую сцену стоял лорд ты тот раб кто вызвался стать сегодняшним развлечением здравяк кивнул преклонив колено что он подозревал под развлечением вы наверное утомились причине боль жалким беспомощным рабам быть может вас заинтересует нечто более волнующее разве можно привить больше неуважение двери ним сказал лорд барине ради вашего же блага вам следовало по избавиться от этого варвара ну-ну дайте бедняги шанс нельзя же ожидать что неотесанный раб умеет вести себя как подобает в высшем обществе а теперь просвети меня раб я и он мы сойдемся в поединке здесь и сейчас ты в самом деле полагает что за множество раз до этого мы еще не присытили зрелища рабов сражающие друг с другом если это все что-то хотя предложить скажите они были такие же сильные как и мы молодые быстрые ну а если вас устраивает созерцание полумертвых рабов вяло разумеющие друг перед другом хилыми ручонками тогда милости просим но вряд ли вы сыщете тут еще кого-то кто способен предоставить вашему вниманию настоящую схватку вы же знаете черт да я уверен что половина здешний рабов свалится от слабенького . вот и я подумал что вы возможно хотели бы немного разбавить рутину примеру таким варварам как я уву и я на это не соглашался запхлопни пасть и раб какую-то пору рабов справа соглашаться на что-то что-либо не не было а ты приводишь довольно веский аргумент гринья не так ли лор знает мое имя я польщен я запомнил ли его лишь потому что а тебе крайне высоко отзывались раба дорогой сказал что ты происходишь из-за рода воинов снискавшего славу боях на арене древнего колизея хотя я предложил что он преувеличивал но возможно в этом все таки была доля правды кто его знает я уж точно ничего не смогу сказать о своих предках а вот что могу сказать так это то что я просто обожаю хорошие дуэли сражался в клязей потом а гладиаторов я должен сражаться с ним один на один ну что ж хорошо сразу же принесите мне мечи сэр дерьмо чего надеется добиться завоевать благосклонность баринье ну что ж полагаем не стоит надеяться что я смогу застегнуть его расплох как только и малыш послушай что будь начеку и не дергайся слушай внимательный смотри не вздумай выкинь что нет ясно просто подыграй все свачно что ты задумал скоро узнаешь если конечно меч в руки держать умеешь к нам приблизились двое стражник которые сжимали в руке по мечу он оказался какой-то тяжелее чем я ожидал и ощущаться как-то непривычно моих руках оба наших линка были покрыты зазувренными явно они были старыми уже побывавшие не в одном сражении конечно парочка рабов они не выдали новое качественное оружие но так или иначе меч все же меч каким бы не видавшие виды они не выглядели я все же должен соблюдать осторожность иначе рискую вымереть прежде чем начнется воспитание тем не менее я все же смог выжить в трущобах я не был совсем уже беспомощный к тому же неплохо управлялся с кинжалом хотя сейчас я не был уверен том что насколько это мне поможет длинный двуручный меч все еще ощущался в моих руках чужеродно пока я украдкой присмотрел на рукоять меча пытались поудобнее хватиться за нее освоиться и новым ощущением барине занял свое место готовясь к предстоящему зрелищу именно в этот момент мое внимание прилипло то что позади сцены что я остался на месте и резинов рот совершенно позабы что вот-вот сойдусь поединке с мужчиной вдвое больше меня за сцену находилось нечто подобие алтаря покрытого плотной белой тканью окрасившийся в алый цвет сверху сидел молодая девушка сплошь покрытые порезами она низко свесила голову и поэтому я не мог увидеть ее лица но судя по росту и было не больше десяти лет некоторые за ее ран были давними и уже зажили некоторые набухшие ярко-красными буграми на бледной коже из одних сочасы гной другие же были настолько свежими что все еще кровоточили трудно было найти хотя бы одну часть тела что не было порезано и что по твоему ты делаешь с этой девчонкой не плевать кто ты такой никто не заслуживает подобного несмотря на то что я качал на лорда девочка по-прежнему осталась неподвижной судя по всему она была без сознания пиши жива но недолго молчать шавка и что-то непременно что позволял тебе говорить впрочем если ты предпочитаешь что твоя голова слетела с плеч можешь продолжать чертов деспот я теперь начинайте покажите нам представление достойно этого грандиозного события борясь с желанием ответить ему я посадил на раба по имени горенье другие гости выстроились у стены по же перешёптываясь между собой рассуждая о том что может выйти победителем подавляющее большинство голосов было в пользу гореть я на что не удивительно даже не удосужился сделать ставки попытайся не рухнуть с одного удара малыш постой какой там смысл горите медленно спустился на корточки и в ту же секунду прыгнул на меня подобно тигру раздался отчетливый свист и прежде чем я успел осознать он оказался в несколько дюймов от меня какой у меня есть выбор я замахнул мечом поймав лезвие грите на полпути пытаясь парировать но его взмах был вложено гораздо больше веса чем я ждал вот грите на какой удар от отозвался моих руках острый боли и у меня подкосились колени я стиснул зубы пытаясь по крайней мере удержаться на ногах грите почти не дал мне времени прийти в себя не говоря уже о том что нанести ответный удар прежде чем атаковать снова он так легко управлять длинным мечом рассекая клинковым возводом таким впечатляющими идеальными дугами что я с трудом мог поверить что у нас были одинаковые мечи я пытался вернуться но не успел острее его клинка скользнуло по моей шее а потом даже не не дав мне шанс восстановить равновесие он направил меч на меня хотя я отразил удар вовремя вовремя но вот нанести ответный удар уже не смог тем временем на губах гарантиена гарантиена заиграла широкая насмешливая формылка по всему он наслаждался собой ну же малыш ты должен чуть больше постараться если хочешь сохранить голову на плечах ра московский промечет проручал низкой грязной хори ругательств однако и в отличие от него я не мог позволить себе распыляться на слова не отставай малыш черт возьми это всё на что ты способен малыш я ожидал что ты окажешься немного лучше закрой свой чертов рот я был вынужден постоянно обороняться с каждым ударом все больше и больше оттеснял меня назад я практически прижался к стене мне казалось он говорит о том что это была часть никого плана или это всего лишь попытался ввести меня в заблуждение он заодно с лордом должно быть так и есть но в любом случае зачем сражаться со мной на дуэли неужели ему кто-то проболтался о плане давай ну же покажи на что годен малыш да очень смешно ты прекрасно знаешь что я едва справляюсь ты должен хотя попытаться мы ведь не хотим чтоб наш публика снова со скуки не так ли даже кости в моих предплечьях начали болеть я не знаю как долго смогу держаться вот позвольте показать как это делается господи я не могу приблизиться к нему и не на дюйм если так пойдет и дальше я окажу все самой стены я труп и если не перейду в атаку сейчас мой последний шанс пока у меня еще есть пространство для маневра и здоровья может тебе и кажется что у тебя есть преимущество но это ненадолго забавно и это говорит парень который не может нанести мне даже одного удара это было всего лишь уловка чтобы ты потерял бдительность я приберег его специально для тебя тупица попробую вернуться от этого с таким-то не поворотливым телом как у тебя а вот это уже интересно покажи что можешь малыш я прыгнул знатно на пару шагов пока моя пятка не уперлась в стену назад пути не было больше нет пришло дыша я поднял свой меч направляя острие на гратиена он сделал то же самое продолжая дерзко ухмыляться а затем я оттолкнулся от пола чтобы были силы стремились в его сторону держа меч у талии и он держал свой над головой потом свист он покачнулся его клинок пронзил воздух прям в моей головой сам поток воздуха созданный его смахом был такой силы что на краткий миг мне казалось будто у меня голова слетела с плеч но я все еще дышал несмотря на изнемождение мое сознание было невероятно ясным и сосредоточенным я не мог замахнуться на него сверху вместо этого нанес несколько скользящий удар от пола твоя спина полностью открыта я резко вскочил на ноги развернулся изо всех сил рубанул на утмашь мете ему шею что но мой потенциальный не блокированный контролдар был отражен мгновение ока и отражен прям скажем шутя мои руки будто пылали слегка грязную уловку но черт не так уж и плохо малыш проклятие вложи ты в этот дар чуть больше силы но он мог бы угодить в цель какая жалость какая жалость в лобовом столкновении с ним у меня не было шанса но однажды на одну и ту же уловку он не клюнет нужен новый план ну что вернемся к стенке сукин блин а че делают в чем дело малыш это все на что способен после этого всего трёпа я ждал у тебя большего ха 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 я полностью у него под контролем если не предпринимает что-нибудь я труп но уже даже руку с могу поднять становится труднее дышать перед глазами пелена не могу я пока не готов умереть не здесь не сейчас не от руки этого чертова скотины должно быть хоть что-то брешь его защите которые не вижу все что угодно возможно перехватить инициативу мне показалось ильяс реагировал быстрее обычного он делает то что я думаю моем сознании постепенно вырассовывается схема он проходил через подобные столько раз что она уже стала ли ты вертины и мое тело и с ним тивно предугадывала что последует дальше я парировал ударе совершенно рефлекторно я не мог настолько быть глуп что полагать будто это некий знак что у меня появились на одним над ним преимущество как было противно это было признавать но он был гораздо сильнее меня не следовало раньше распознать его действия но я был настолько сосредоточен на сохранении головы на своих ключах и мечах руках что попросту упускал из виду все остальное он вне всяких сомнений контролировал ситуацию единственная причина по которым я с ним справлялся заключалась в том что он позвал позволял мне и только потому что он снова и снова повторял одну и же тоже последовательность атак если я прав то следующее он нанесет куда сверху ага точно в яблочко для напоминающий звон кого около раздался когда наши клинки столкнулись это был гораздо более чистым и приятным звуком по сравнению с тем что они издавали когда я с трудом пытался выдерживаться на ногах и все еще не знал что он замышляет но не собираюсь упустить шанс отыграться при каждом столкновении наши мечей в сторону разлетались искры и улыбка горития становилась все шире я начал слышать приглушенные бормотания различающие погорели в тот момент когда события приобретали новый оборот восхищение и оскорбление и озадаченные вздохи но вскоре звук словно начал отдаляться были лишь я игре гратиен и в этом моменте тишины не слышно было даже удара металла металл мое тяжелое дыхание топот наших ног отвлекающий громкий стук моего сердца пульсация крови бегущий по ней венам все это превратилось в нечто каждый из моих чувств был сосредоточен лишь на двух вещах наших мечах пересекающий воздух и намерений горит тена вот так а теперь сверху он прошептал это так тихо что я ни за что бы не услышал однако его намерения звучали четко и ясно будто ведомо этим голосом я взмахнул мечом вверх вниз после полдюжины подобных ударов мы скресили клинки столкнувшись на краткий миг друг другом прежде чем снова увеличить дистанцию между нами и затем снова повторить знакомые движения для публики все выглядело как яростная схватка насмерть для меня она ощущалась кори как танец не более вообще-то это он танцевал я лишь пытался поспевать за ним но есть такого был план в чем бы не заключался у меня не было иного выхода кроме как танцевать его ритме единственное что солила мне импровизация это меч сердце но пока я придерживался плана не было нечем переживать не было причин бояться что его меч отклониться от курса после нескольких яростных ударов мы вновь оказались лицом к лицу тот момент мы оба тяжело дышали я был весь поту и складывался ощущение что стоит мне расслабиться хоть на миг я рухну без чувств на краткий миг гартьена бросил взгляд на в сторону его плотно сжатые губы расплылись в улыбке слушай внимательно три шага назад а затем атакуй бей так сильно как только можешь вложив удар всю силу едва я кивну в знак того что понимаю его он дразил мой меч в сторону 1 2 3 и назад затем я изо всех сил напряг ноги я присел на карточки как сделал он и начале поединка представлял себя тигром готовым к прыжку затем мы одновременно ринули друг на друга что резкий звук металлу ударишься металл поразительнее чем что-либо до сего момента на мгновение все накрыла пелена а затем послышал свист чего-то рассекающий воздух не прошло и пару секунд прежде чем я осознал что произошло тяжело дыша и взгляну на меч в своих руках обнаружил что половина клинка отсутствует по видимо меч коренья также разлетелся по галерее разнесся гул вы в порядке насколько необратимо опасно мы не на губах гратиена возникла знакомая их и на их мылка я наконец понял что он замышлял он хотел чтоб меньше сломались и чтоб все это выглядело как случайность надеюсь что когда клинки раз летятся в дребезги парочка дворян попадет под осколки это объясняла всю шараду потому что могут ударяли нашими клинками в одни же и те же места снова и снова но как ты вообще можешь рассчитывать что это сработает ха ха кто бы там ни было затянусь и сражение дольше вряд ли мы смогли продержаться дольше похоже его план сработал настолько насколько того можно было ожидать однако осколок упал у ног баринье а другой возился в стол мне это вполне устраивает не хотел бы привлекать к себе еще больше внимания до восстания не то что было против того чтобы видеть как один из осколка проткнет кого-то из этих безумцев гристиан тыльной стороной ладони вытер пот со лба и смотрел в комнату несмотря на то что стоял он низко по отношению ко всем дворянам но все равно оказалось намного выше любого из здесь присутствующих ему потребовалось несколько секунд чтоб перевести дыхание затем он направился к центру зала еще раз внимательно осматривая помещение прежде чем сказать прошу прощения за беспокойство милорд хотя обычная дуэли заканчивается чей-то смертью по-видимому сегодня не той случай так что может быть мы могли провести рованш устроить еще одно представление через пару деньков если вы конечно изъявите желание варенье выглядел более чем раздосадованным таким исходом событий но видимо в каком-то восторге пребывал его гости он не мог выступать резко против ну что ж хорошо а теперь полагаю что вы оба заслуживаете вознаграждение за столь зрелищие представления ох а что за вознаграждение то который несомненно очень понравится остатки сегодняшнего банкета изысканные блюда о которых вы простые рабы можете только мечтать вы хотите сказать эти кровавые куски странного мяса не переживай там попадание падается и свинина если твоя религия не позволяет тебе ее есть нет я давным-давно отказался от религии и я не против мяса во всяком случае больше его части когда я прикажу другим рабам подать его вам на ужин а теперь коль скоро представление подошел к концу долой с глаз моих спасибо ребята что были со мной мы посмотрели в принципе о чем начинается эта часть до дома морганы и увидели что стоит ли вообще играть и смотреть вообще читать это может вам понравится может кому-то нет любительного это самое то я думаю поэтому хорошее настроение всем ли готов всем пока правую и увидимся других видео